Доброе утро, Бокертов! Этот урок предназначен для изучающих иврит на очень продвинутом уровне. То есть, если вы еще не на очень продвинутом уровне, я рекомендую воспользоваться каталогом. Ссылки вы найдете в описании под каждым видео. И смотреть видео, которые подходят вам по уровню, по мере продвижения. В этом уроке я расскажу вам, как легко и просто строится прошедшее время глаголов по АЛЬ, у которых последняя буква корня ГЕЙ. И мы будем говорить о глаголах первого и второго лица, которые соответствуют местоимениям Я, Ты, Мы, Вы. Пользуясь случаем, я хочу напомнить, что вы можете приобрести у меня книги, которые помогут вам в продвижении в изучении иврита. Для заказа и дополнительной информации пишите мне адрес электронной почты, вы видите на экране. Итак, мы будем получать первое и второе лицо, глаголы в первом и во втором лице, из глагола третьего лица. Он. Если вдруг вы почувствуете, что вам не хватает теории и непонятно, о чем идет речь, в описании к этому видео вы найдете рекомендуемые ссылки и сможете воспользоваться. Итак, я беру первый глагол. Пуна. Пуна. Это он был эвакуирован. Я напомню, что глаголы пуаль. Это пассивные глаголы. Пуна. Он был эвакуирован. Я буду приводить не все варианты перевода каждого глагола, а удобный для использования. Итак, пуна. Он был эвакуирован. То есть, его отвезли. Эвакуирован, например, в больницу его доставили. У пуна. Например, Лебейта Хулим в больницу. Теперь, чтобы получить глагол в первом и во втором лице, я просто букву корня «хей» меняю на букву корня «ют». И потом я буду прибавлять нужное окончание первого и второго лица. Особенность этих глаголов. Основа будет здесь звучать «пуне». То есть, «э» мы будем слышать, а не «и», как в других глаголах с последней буквой корня «гей». Не «пуни», а «пуне». И это нужно запомнить в этом типе глаголов. Теперь я хочу сказать «я был эвакуирован». То есть, меня отвезли, например, в больницу. Я скажу «пунэти». «Пунэти» меня эвакуировали. Я был эвакуирован. Или «я была эвакуирована» в первом лице. «Ты был эвакуирован» «пунэта». «Ты была эвакуирована» «пунэт». «Мы были эвакуированы» «пунэну». «Вы были эвакуированы» «пунэтэм». И если я хочу подчеркнуть, что «вы» – это только девочки-женщины, я скажу «пунэтэн». Я беру следующий глагол «лува». «Лува» – это «он был сопровожден». Как бы его сопровождали. «Он был сопровожден». Теперь я хочу сказать «я был сопровождаем». По-русски мы тоже очень редко, когда используем эти формы. То есть «я был сопровождаем» кем-то. Но тем не менее, как нам сказать это на иврите. Мы меняем букву «гэй» на «ют». И вместо «лува» у нас звучит «лувэ». И теперь я прибавляю нужное окончание прошедшего времени. «Я был сопровождаем» «лувэти». Или «я была сопровождаема», если женщина говорит «лувэти». «Ты был сопровождаемым» «лувэта». Как бы тебя сопровождали. «Ты был сопровождаем». «Лувэт» при обращении к женщине. «Мы были сопровождаемы». Нас сопровождали «лувэну». «Лувэну». «Вы были сопровождаемы» «лувэтэм». И если мы подчеркиваем, что речь идет только о женщинах и девочках, «лувэтэн». Я больше вот эту женскую форму множественного числа приводить не буду с целью экономии времени. Я беру следующий глагол. «Зука» одно из значений был оправдан. Он был оправдан по суду. То есть признан невиновным. Или другое значение «зука». Ему начислили какую-то сумму. То, что там, например, с него случайно взяли в магазине. Например, те, кто живут в Израиле, знают, что это называется «зикуй». Когда возвращают то, что было по каким-то причинам взято случайно или не случайно, неважно как, возвращают сумму какую-то «зикуй». «Зука». Давайте будем в значении «оправдан», чтобы не ошибаться. Итак, «зука» он был оправдан. Как сказать «я был оправдан». «Зуке». То есть «гей поменяли» на «ют». И дальше нужное окончание. «Зукетти». Это «я был оправдан» или «я была оправдана». Или «я получил возврат». Я все-таки скажу «возврат». С меня взяли какую-то сумму и вернули мне эту сумму. «Зукетти». «Ты» был оправдан «зукета». Или при обращении к женщине «ты была оправдана» «зукет». «Мы были оправданы» «зукену». «Вы были оправданы» «зукетем». Теперь я беру следующий глагол. «Куса». «Куса» он был накрыт, покрыт. Ну, как бы, например, одеялом его накрыли. «Укуса» он был накрыт. Теперь я хочу сказать «я был накрыт», например, одеялом. Я меняю «гейнают», «кусе» и прибавляю окончание «ти». И получается «кусети». Например, я скажу «кусети басмеха». «Я был накрыт одеялом». Понятно, что в жизни редко кто скажет такую фразу. Это больше подходит для каких-то литературных произведений. И этот материал я опять подчеркиваю для тех, кто учит иврит на продвинутом уровне, чтобы мы могли читать в том числе произведения, где изысканный слишком, даже слишком, иврит. Вот там такие вещи будут использоваться. Теперь «ты был накрыт кусета». «Ты была накрыта кусет». «Мы были накрыты кусену». Образно там, да, мы были накрыты огнем или еще что-то. «Прикрыты» тоже можно использовать. «Кусену» – «вы были накрыты кусетем». И последний глагол, который мы сегодня рассмотрим. «Нуса» – «он был испытан». Теперь «я был испытан» или «я была испытана». Мы меняем «гей на ют». Я добавляю окончание «ти» и читаю «ну сети», чтобы нам было понятно, кто может сказать такую фразу «я был испытан». Ну, например, в сказке «кролик», например, какой-то подопытный кролик, на котором что-то испытывали. Вот он может сказать «ну сети». На мне что-то испытали. «Я был испытан». Либо это какой-то, допустим, агент, который пробрался во вражеское логово и его испытали в работе и так далее. Например, он тоже скажет «ну сети». «Да, я был испытан в работе». И это очень иврит высокого стиля, да, я постоянно подчеркиваю это. Итак, «ну сети» – «я был испытан» или «я была испытана». «Ты был испытан». «Ну сета» – «ты была испытана». «Ну сет» – «мы были испытаны». «Ну сену» – «мы были испытаны». «Ну сетем». Я очень надеюсь, что это было несложно и понятно и пригодится вам для чтения или написания соответствующих текстов, текстов соответствующего уровня. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. До свидания.